Небольшая, старенькая, но любимая и намоленная. Такой была трапезная храма Иверского монастыря еще пару лет назад. Перед реставрацией волновались, не скрывая эмоций, рассказывает матушка Нафанайла. Но потом убедились, что не только сохранят исторический фундамент здания, но и капитально отремонтируют комнаты и залы. Дай Господи, чтобы все здесь окончательно было сделано, доброкачественно, чтобы это на многие лета, как говорится, был этот храм. И мы, конечно, будем и дальше молиться за всех, кто участвовал и в финансировании храма, и в проектной организации. Строители привели в порядок фасад, выполнили отделку внутренних помещений. На восстановление этого комплекса из федеральной казны направили почти 70 миллионов рублей. Здание храма пришлось восстанавливать буквально по крупицам. На очереди сестринский корпус. Он также является памятником архитектуры регионального значения. Ну и вы видите, в каком состоянии находится сестринский храм. Особенно внутри, конечно, наша задача сделать так, чтобы эти объекты были восстановлены в своем первозданном виде и стали украшением нашего города и нашего региона. Завершить реставрацию сестринского корпуса планируют в 2022 году. На его обновление из федерального бюджета выделят около 100 миллионов рублей. В том же году для самарцев должен распахнуть в свои двери филиал Третьяковской галереи. Он займет здание и фабрики кухни. Сейчас на объекте в круглосуточном режиме работают 200 строителей. Уже полностью завершено усиление фундамента и закрыт тепловой контур здания. Выполнен монтаж ограждающих конструкций. На реставрацию здания из федеральной казны ушло более полутора миллиардов рублей. В общем и целом работы идут в графике. Мы рассчитываем и уверен так и будет, что в сентябре этого 21 года мы завершим все ремонтно-реставрационные работы и торжественно его откроем. Ну а сам филиал Третьяковской галереи начнет уже полноценно действовать с весны 22 года, потому что музейщикам нужно определенное время для разбега. 11 объектов культурного наследия региона сейчас находятся на реставрации. Это памятники федерального и регионального значения. Ранее был отреставрирован польский костел. Сейчас идет обновление старообрядческой церкви на Льва Толстого. В настоящее время ведутся проектные работы по реставрации дома со слонами, мецената и купца Константина Головкина. В будущем там планируют разместить школу молодых архитекторов Самарского политехнического университета. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.